Это португальский фильм, который участвует в конкурсной программе Московского кинофестиваля. И я с большим удовольствием хочу представить вам создателя этого фильма. Это Сергио Трефо, режиссер. Давайте поприветствуем. Хога Бентес, актер, исполнитель в главной роли. И Анна Катарина Конденасас де Альмейда, продюсер. АПЛОДИСМЕНТЫ Короткое вступление. Дело в том, что с Сергио Трефо мы знакомы уже очень давно. И это один из тех режиссеров, который у меня вызывает большой интерес. Хорошо, я сделаю паузу. Да, ну, я сделаю паузу. Боа-ноте a todos. Estamos felizes de apresentar aqui a conferência da imprensa Дом Фильм Портогуэз Раева. О фильме, как я уже говорил, о фильме портогуэз, который является частью до конкурса Дом Фестиваля Цинема в Москву. И мы здесь сегодня с директором этого фильма, Сэргио Трефо, о том, о том, о том, о том, о том, о том. Дело в том, что Серга делает фильмы, каждый из которых не похож на предыдущие. Он всегда удивляет, уже думаешь, что ты понимаешь примерно какого рода фильмы он любит делать, но оказывается, что ты еще не до конца это понял. Они всегда неожиданны. Во-первых, Серджио сделал довольно много документальных фильмов и был известен как очень хороший режиссер документального кино. Потом он перешел в область игрового кино, что не исключает и документального. Теперь вообще таких четких границ уже нет, но все-таки он снял некоторые игровые фильмы, несколько. Первый из них был, который я видел, поездка в Португалию, мы его показывали на фестивале Фанты Мансиски, Дух Агня. В первую очередь, Серджио был очень известен как режиссер документальных фильмов. Это были фильмы, которые он начал делать в начале своей карьеры. И он начал делать фильмы, которые он начал делать в фитхе. И его первым фильмом, который мы показывали на Руссии, на Фестивале Фанты Мансиски, был фильм «Виажем в Португал». И в том фильме играла, это был такой дуэт двух женщин, которых играли известные актрисы. Одну играла Мария де Медейрос, известная актриса, а вторую играла Изабель Рут, тоже очень известная актриса, хотя в России, может быть, ещё недостаточно известная, но в Португалии очень известная. Это та самая Изабель Рут, которая в фильме «Гнев» играет мать. Вы видели картину, поэтому понимаете, о ком идёт речь. Этот фильм «Авежу в Португал» был очень известный актрис, Мария де Медейрос и Изабель Рут. Изабель Рут менее известная в России, но она получила роль в этом фильме «Райва», который мы сегодня apresentаем. Ну, в общем, это долгая история, я не буду сейчас её всё рассказывать, но действительно у нас возникли какие-то дружеские взаимоотношения. И кроме того, Серджио увлёкся Россией и ухитрился даже совершить путешествие через всю Сибирь на поезде. Вместе с Изабель Рут, и они сняли там фильм под названием «Треблинка». Это был такой частично игровой, частично псевдодокументальный фильм. Документальная там основа была, но, в общем, это был игровой фильм, фантазия, связанный с Треблинкой, с концлагерем. Документальный фильм «Треблинка». Вот, и теперь мы представляем новый фильм Серджио Трефа «Гнев», который совершенно другой и по стилистике, и по сюжету, по сравнению с его предыдущими работами. Он снят по роману Мануэла де Фонсека. Это португальский роман, написанный в классической манере. И фильм тоже снят в очень классической кинематографической манере. Он чёрно-белый, он, ну, такой как бы, как будто бы с сегодняшним языком кино рассказывает какой-то классический сюжет. Старого кино и старой литературы. Он,эк стилизов, т.е. про мостра у эспириту классику, для литературы классика, для синематографии классика. Вот, это значит, я сообщил про Сержио Трефа. Хога Бентес, актер, который играет главную роль в этом фильме, я только вот сейчас узнал о том, что он непрофессиональный актер, непрофессиональный киноактер, он певец, если я правильно понял, но мы это можем еще уточнить дальше в процессе пресс-конференции, и это его фактически первая роль в кино, да? Вот, и Анна Катарина, продюсер, знаю о том, что она хорошо понимает по-русски, я это вижу, и, по-моему, говорит, да? А почему, я не знаю, это мы можем спросить. Так, пожалуйста, давайте я немножко затянул свое вступительное слово, давайте ваши вопросы, они, наверное, возникли, да, и мы можем пообщаться. Да, пожалуйста. Фильм очень стильный, выдержанного. Фильм очень, да, Стрельников Борис, Федерация киноклубов. Фильм очень стильный, с выдержанным стилем, и поэтому я даже был удивлен от таком, что у вас, по сообщению Андрея, все время разнообразие стилей идет, потому что стиль очень выдержан. И мне этот стиль очень близок. Я больше всего в этом стиле, в котором ваш с ним, мне больше всего нравятся фильмы Беллетара. Здесь вот есть определенное стилистическое сходство. Вопрос такой, вот, может быть, это случайно, или вы знали его, или вам тоже очень нравится этот режиссер. И второе, если я не ошибаюсь, на вот заключительных титрах это идет фада, но только она такая торжественная и грустная, и в течение фильма. Или это какая-то другая музыка, очень похожая на фады. Ну вот, два вопроса в одном. Беллетар – это очень знаменитый венгерский режиссер. Фада Рим фильмы. Он имеет стилы и очень стилы. И даже я был удивлен по словам Андрей, потому что он говорил, что он производит различные типы фильмы, которые не похожи друг к другу. И этот стилы, который используется в этом фильме, я очень приятно. И даже мне показалось, что фильм имеет ремень к Буветтару, директор унгар. И, может быть, это было сделано или только что? И, как я увидел, в конце концов, что музыка используется, это фадо, но это действительно фадо? Или еще есть другие музыки, которые, например, имеют в виду с фадо, но это неизвестно. Доброе утро! В первую очередь хочу поблагодарить всех за интерес, за то, что так много людей посмотрело уже наш фильм, постараюсь, и теперь перейду к ответам, постараюсь ответить максимально полно. Несмотря на то, что сам фильм является экранизацией романа 50-х годов, сама история переносит нас к реальной ситуации к реальной жизни годов 30-х. Ну, в Северной 90-х годов, и в Северной 90-х годы, в Северной 90-х годы, в тот время, в Киеве-м компонез был в спорта пластмарных домов, который был в полноцене рекордаем, и это, в стране, это был следικό на фотоepтемальдия, и это И Кампонез Ассасино era descrito как монстр, и это стало conhecido, и это стало становиться региональным мифом, как «Трагедия Бежа». «Бежа» — это город рядом. Пришел в дом землевладельца и убил его, после чего в газетах на протяжении долгих недель писали об этом случае, представляя его каким-то чудовищем. И таким образом, в общем-то, родилась такая своего рода легенда, которую хорошо знают в регионе, в районе города Бежа. И несмотря на то, что официальные власти и пресса преподносили эту историю как чудовищное убийство, в народе все-таки рассуждали об этом случае, скорее, как о случае сопротивления и неподчинения, несправедливости. Нос годы 50, я буду говорить о стиле. Нос годы 50, в том числе, в стиле, в стиле, в апогею до неореализма, который был очень важным, что это очень важным, этот тема была создана для того, чтобы о монстре в герои, в герои, который, даже если у герои солитаря, и о морали в луру, о Сиаре Двент, это, что,conf «Мы можем быть героев, но не смогли победить борьбу». То есть, «Ом homem только не vale ничего». Это мораловый лифт. Это был написан в 1950, который, странно, был публикован в этом стиле реалиста, еще немного секу, но чей-то идеологии, и был, rapidamente, проявлен в дитут, и был публикован в дитут портуре, чтобы только был публикован в демокракии, después de la Revolución, después de 1974. Я уже voy al estilo. Lo que no es posible cambiar la situación, y esto, собственно, es el primer consejo de la literatura de la произведencia. Y, hablando sobre el libro, debemos decir que este román, que es el tránsito de la tradición de la neorealismo, fue después de la publicación, pero después de la publicación, el suerte se volvió, se volvió, se volvió, y el suerte 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 se volvió solo después de la Revolución portugués y después de 1974, cuando se volvió la dictadura. Y, de que manera es que yo podría contar esto? Y fue de ahí que nació el estilo de este filme, y del cual puedo pasar a hablar. Y para mí, главной стилиstической задачей, fue la siguiente. ¿Cómo puedo hacer esta historia? S una de las que me ha dado cuenta la moral de la prensa de 30-50 años, que me ha dado cuenta la situación de esta historia. Y también, me ha dado cuenta la moral de la prensa de la prensa de la prensa de 30-50 años. Así fue mi dilema, cómo construir el estilo de mi película. Entonces, para mí fue importante encontrar una cosa seca. La primera palabra es seca, dura, sin moralismo, en que la música, precisamente, no tiene ninguna función de hacer con que nos fiquemos emocionados. Todo es lo más duro posible. Por ejemplo, yo, por ejemplo, odio, aunque vengan a muchas cosas del documentario, lo que más fujo es el del naturalismo. Lo que más fujo, en este caso, el preto y blanco, es elegido para no entrar en una lenguaje televisiva. Todo esto es hecho en un estilo minimalista, y sí, yo amo el Belatar, en un estilo minimalista para que esta historia haga que las personas pensen sin darles una moral, una respuesta. y, por ejemplo, Картинку, в которой музыка не играла бы художественной роли. Хотел, чтобы всё это было максимально рельефно. Я, с одной стороны, избегаю слишком натуралистичного изображения, и в том числе этим был обусловлен выбор в пользу чёрно-белого фильма, чтобы отделить его как можно дальше от телевизионной картинки, телевизионного контекста. И, таким образом, родился такой минималистичный стиль, с помощью которого я хотел, чтобы люди сами задумались над этой проблемой, не предлагая им какого-то своего видения. О Андрей Плахове говорил о классическом. И Андрей упомянул классический кинематограф. И здесь действительно есть отчасти моя любовь к классическому кинематографу. Что мне в нём нравится, это отсутствие в классическом кинематографе, в немом кино, отсутствие диалогов. И я сделал максимально всё возможное, чтобы лица актёров выражали без слов все те эмоции, которые можно передать, не прибегая к словам. Девушки отдыхают. 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 invertido, nós dizíamos, ponho isso em russo, em russo. E, portanto, as músicas são esses cantos do Alentejo ou normalmente ou ao contrário o que nós chamamos em russo. I'm sorry. I will stop. Мы поговорим еще и об актерском составе и, в том числе, хотелось бы сейчас сказать о Уго, он не профессиональный актер, он, помимо прочего, и певец, певец хоровой, и я, в том числе, делал фильм о хоровом коллективе Канте, в котором он поет. и... I will do short. И в фильме мы использовали музыку традиционную для региона Alentejo песни крестьяна этого региона, и запись специально была сделана так, чтобы эта музыка звучала в обратном направлении, звучала наоборот. То есть, мы в данном случае говорим, что для нас, в нашем, можно сказать, жаргоне, мы говорим, мы используем, как будто бы эта музыка звучит для нас по-русски, что для нас совершенно, для нас непонятно. Так, хорошо. Ну, я все-таки думаю, что, поскольку время у нас ограничено, нам надо дать слово и актеру, и продюсеру. Давайте мы начнем с Анны Катарины, чтобы немножко сказать нам о том, как с вашей точки зрения возникла эта история в кино, как продюсер, как вы к ней подошли, что вы в ней почувствовали, почему она вам стала близкой, и вы приняли в этом участие. И, конечно, заодно интересно было бы узнать, откуда вы знаете русский язык. Это тоже интересно. Здравствуйте. Прежде всего, я, конечно, хотела бы благодарить организацию за приглашение, чтобы ее чувствовать в этом фестивале. Для меня лично это очень приятно быть в России. Я считаю Россию своей второй стране. Я учила здесь международные экономические отношения еще при Советском Союзе. Поэтому кое-что понимаю. Уже не так хорошо говорю, но я думаю, что вы еще можете меня понимать. прекрасно понимаем. Спасибо. Вот эта история. Ну, в основном Сержи уже все рассказал. Ну, мы начали работать. Мы сделали вот этот предпродюсер два года почти, пока искали место, но это появилось после, когда он снимал в России. Вот это документал и фильм. Это было тоже в этом районе на Юге в Португале, но это в этом районе в Португале. И это, конечно, очень связано. И там в этом в Юге в Алентею вот эта история и это писатель, Мануэл da Фонсека, очень связано с кантом. Кант это как раз это нефадо, как вис в Бразилии. А кант это тоже с Португе кантом. Который 14-го года тоже является я не знаю как, не помню как по-русски от ЮНЕСКО патремонио наследие наследие нематериальное нематериальное да нематериальное да духовное наследие ЮНЕСКО и и как раз вот суд этих песен которые сейчас очень известны у нас они тоже рассказывают о жизни в этих годах в Португалии о трудности о бедных о право собственности о бедных церкви знали и сержи тоже знал эту книгу и поэтому он так и решил начинать снимать я не знаю если это хорошо начал решил и так снимать этот фильм спасибо 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 и на самом деле нет я специально такую задачу не ставил это это часть это сцена точно так же есть и в книге еще хотел бы также в части стиля отметить следующее я в том числе занимался долгое время организацией выставок фотографий самых разных и поэтому для меня также очень очень важна эта фотографическая картинка педа мы запрешили и они сегодня рассматриваю memo тени я педа педа вот он экран педа он а сейчас не хен ему педа он он есть obviously Многие, иногда, думают, что это очень близлежит к городу. Но у нас есть традиция очень близлежит к мини-юртеку, похожая с Сирией, с Норой Африки, с Суностью, с Георгией. И мы, когда говорили о ней, говорили о нашей смерти. Для нас это изображение смерти. Ходили чуть ли не полностью прикрыв, в том числе и лицо, одежды, оставляя буквально только пролези для глаз. И хоть и кажется порой, что Португалия очень близка по своему духу, по своему стилю к странам Северной Европы, на самом деле есть у нас и культурная близость с такими странами, как Сирия, к южному и итальянскому региону. К странам Северной Африки, может быть даже и что-то такое есть в Грузии, я предполагаю. Хорошо, я думаю, что все-таки мы должны дать возможность Хогу Бентесу тоже что-то сказать. Как вы вообще попали в этот проект, если вы до этого не занимались кино, что вам понравилось, что не понравилось в этом деле, в процессе съемок этого фильма. И теперь я хочу разговаривать, что вы делаете на Beatrice в грузии. Продолжение следует... В том числе, когда я поставил мальчик, принесли лентею, я принесу мне лентею. И я подумал, что я думаю, что я иду хотел бы мне опинить. И когда он сказал, что он хотел, чтобы чтобы я оценивался на основном, я истинный. Я не мог бы ни об этом нравиться, Я хочу поблагодарить всех присутствующих здесь. Я очень рад и горд тем, что мне удалось оказаться здесь сегодня среди вас. Отвечая на ваш вопрос, скажу следующее. После съемок «Алентежо-Алентежо» Серджио дал мне книгу и поинтересовался моим мнением на ее счет. И тогда же предложил мне сыграть главную роль в фильме на основе этой книги. И я тогда очень сильно перепугался. Думаю, что я не профессиональный актер. И... Тоже, я не могу сказать, что мне сказать, я очень рад. И когда я прощал «Геон», я был свидетел и сталкиваться немного с персонажем, с чего я был, а была у Павла. Я было интересно и все это время. как я уже сказал, я сначала очень испугался этой роли, но в то же время, я очень четко сопоставил себя с этим персонажем, он оказался мне близок, и на самом деле это была очень сложная работа, серьезный вызов, даже еще больше, чем соседство с такими знаменитыми крупными португальскими актерами, с которыми мне пришлось работать, и я приложил максимум усилий, чтобы воплотить в жизнь характер этого персонажа на экране. Если вы хотите сделать это или нет, то Сэргий не мне говорит ничего. Конечно же, я хочу сказать, что совершенно неоценимой была помощь всей команды. Съемки проходили на съемках, и я это постоянно чувствовал, и съемки проходили очень быстро, мы все время были в каком-то движении, и, ну, с другой стороны, и Сержио мне ничего не говорил, но в то же, и одновременно вся команда, вся съемочная группа говорит, ну ты не переживай, ты же, ты же, в общем, не профессиональный актер, но я настолько, настолько сжился со своим героем, что в какой-то момент даже своей супруге мне пришлось сказать, ты знаешь, я совершенно не могу отделаться от мысли, что я – это Палма. Вот так происходило, такая была обстановка на площадке. Да, спасибо, было очень интересно, наверное, не все смогли задать свои вопросы, но, в общем-то, еще есть возможность, может быть, в кулуарах, мы должны, к сожалению, освобождать этот зал, как обычно полчаса нам дают, и хочу поблагодарить всех наших гостей, кто приехали, привезли свой замечательный фильм и пожелать ему успеха. Спасибо. Спасибо. Can I tell one, but it's a small story about him, just one, when I got the financing to do the film, ah, perdão, в португе. Когда я tive о финансировании для сделать фильм, я подумала, что это вот здесь, я люблю очень большие desafи, поэтому я подумала, что, в основном, о Равиар Бардем. И, в основном, два или три месяца, я была практически пыталась seduzить о генетое Равиар Бардем, о Равиар Бардем. И, в России, я подумала, что это не было. И я знал, что Угу не только был такой присутствием, он был guardа-костас, он играл в футбол, он canta, он имеет очень красивый голос. Так что не было бы ни угроза, и он мог бы быть его. Так что он был. На самом деле, хотел бы, что касается Угу, рассказать еще одну очень интересную историю. И когда я искал финансирование для моего фильма, я ставил очень высокую планку и говорил о том, что актером, что исполнителем главной роли должен стать Хавер Бардем. И эта идея очень занимала весь подготовительный процесс. Но когда в итоге история с Хаверем Бардемом, что называется, отвалилась, я сказал, что, вы знаете, а в Португалии таких актеров просто нет. Ни один актер никогда не сможет из португальских актеров справиться с такой ролью. Но в конце концов, Хуга, он мало того, что имеет очень яркую внешность, он работал телохранителем, он был футболистом. И в итоге оказалось, что он и не актер, но в то же время прекрасно справился с этой ролью. Ура! Ура! Редактор субтитров А.Семкин